Бюджет на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов принят. За проголосовали большинство депутатов. Этому решению предшествовала колоссальная работа в мэрии, парламентарии, в контрольно-счетной палаты. Бюджет сформирован с небольшим дефицитом. Это если сравнивать с другими столичными городами субъектов страны. Социально ориентированные с сохранением ранее существующих льгот. В бюджете города предусмотрены средства и на развитие. Прежде всего мы планируем в следующем году построить новый детский сарик, местечки сортировка. Мы планируем начать ремонт улицы с танкостроителей, продолжить благоустройство дворовых территорий. То есть вот эти направления в бюджете сохранены, несмотря на то, что естественно есть определенные сложности. Но еще раз говорю, это стартовый наш бюджет. Мы надеемся еще и на помощь региональной наших коллег. В том плане, чтобы поддержать город в плане решения вопрос благоустройства. Потому что такая соответствующая федеральная программа у нас на сегодняшний день принята. Коммунисты главный финансовый документ не поддержали. Депутаты от КПРФ высказали недовольство тем, как именно распределены средства. В свою очередь парламентарии, поддержавшие документ, пообещали детей голодными не оставить. Также на заседании был утвержден состав нового комитета по транспорту при городской думе. В него вошли 12 депутатов. Совмест с администрацией усилить вот эту составляющую по разработке, может быть, нормативно-правых документов, которые бы регламентировали развитие транспортной сферы в нашем городе. И, конечно же, на вопрос, связанный с развитием транспортной инфраструктуры. Это и строительство дорог, светофорных объектов. Я думаю, что это действительно очень важно сегодня. Та проблема, которая сегодня волнует нас и наших жителей. Определились депутаты с составом общественного совета города Иваново 4-го созыва. Голос народа будут представлять 30 человек. Среди них – бизнесмены, медики, журналисты.